Насколько еще нужно сезонов вокальных передач, типа «Голос», чтобы люди поняли, что красиво петь — это пиздец, не редкость? Каждый год одно и то же сидят эти три чувака в жюри и такие «Ахуеть! Вы красиво поете! И мы красиво поем! Мы же поэтому тут сидим, верно?» И мне еще бесит, что они удивляются постоянно. Знаете, они сидят, слушают, как кто-то поет, потом такие «Вау!» И такой «А что ты удивляешь? Ты слышал голос, там человек стоит, поет?» Было бы странно, если бы ты такой «Вау! А там такса стоит, понимаете?» Все такие «Нихуя!» Такса! А потом Нагиев подходит, а это, оказывается, Губин теперь так выглядит. Знаете, что его жизнь помотала? У меня еще вот что, понимаете, они спекулируют на инвалидах, постоянно спекулируют на инвалидах. Туда приезжают инвалиды, и они такие «Вау! У вас нет ног, но вы все равно потрясающе поете!» Так и для этого и не нужны, блядь, ноги! Для этого нужен рот! Было бы прикольно, если бы пришел человек без рта, понимаете? И все такие «Вау! А откуда звук, блядь? А откуда звук? А он стоит...» Смотрите, я стригусь в самом фешенебельном салоне в Жулебино, потрясающая парикмахерская, называется «Чародейка». Мне очень нравится, меня там обычно стрижет парень, у него на бейджике написано «Чародейка Никита». Я думаю, ну, всем объективно похуй здесь на тебя, да? И мне нравятся дешевые парикмахерские, потому что там вообще никто не испытывает иллюзий. Заметили, у них там на журнальном столике, на входе, лежат книги с прическами. Не для того, чтобы ты себе выбрал прическу, а просто, блядь, посмотрел, как стригут людей. Они такие «У нас такой хуйни нет, у нас тут прайс-лист вот от руки написан, видишь? Вот он на лысо полубокс или модельная, нихуя себе разлет, да? Уголовник, призывник или модель, блядь. Причем никогда не понятно, когда ты говоришь «лысый», ты понимаешь, что в конце ты будешь «лысый», когда ты говоришь «на лысо». Ты понимаешь, что в конце ты будешь «лысый». А когда ты заказываешь себе модельную прическу, вообще нихуя не понятно. Знаете, типа тебя стригут модельные, рядом деда стригут модельные. Чё это происходит вообще? Мне кажется, это как абстракционист в мире искусства. Вот тоже смотришь в зеркало и такой «А чё хотел сказать автор вот этой?» Потому что мне еще говорят, что типа у меня, ну, пидорская прическа, что я вот так вот делаю. Но я так делаю целенаправленно, понимаете? Потому что, если я буду делать вот так... То согласитесь, я так похож на мальчика, который триста лет назад за каретой бежал «Король в городе! Король в городе! Король приехал! Чума в городе!» Вам же лучше. А потом я подумал, возможно, потому что модели бывают разные. Есть модели с обложек журналов, знаете, есть вот эти, которые вот так фотографируются в Инстаграме и пишут «Нихуя, Валера, ты модель, конечно!» Вот это да! Большинство же из вас стрижется в дешевой парикмахерской, да? Бывало у вас такое, что вы сидите, смотрите, прошло уже половина стрижки, вы смотрите на себя в зеркало и такие «Это чё за хуйня?» А ничего сказать нельзя уже, согласитесь, потому что, ну, ты заплатил триста рублей. Я считаю, что если ты стрижешься за триста рублей, радуйся, что в помещении тепло, блять, понимаете? Мне кажется, ругаться на прическу за триста рублей — это всё равно, что, ну, покупать доширак с креветками, жрать и говорить «Чё-то нихуя не креветки, я не знаю, покупал креветки, тут что-то вообще нихера не креветки». Ну, мне кажется, там такие женщины работают, я вам отклюсь. Я однажды пришёл с грязной головой и говорю «Можно мне голову помыть?» На меня так быстрее ли, типа «А жопу тебе не помыть? Я здесь с девяти до девяти». Я теперь туда хожу, ну, голову два раза мою, понимаете, чтобы они меня не ругали больше. Я вообще сам себя чуть-чуть стригу, чтобы Ларисе день не портить, блять, понимаете? Что меня однажды стригла женщина с фингалом под глазом, вам клянусь. Какие нахуй прически? Её муж дома бьёт. Мне кажется, если бы она взяла вот так машинку, выстригла мне полбашки и спросила «Нормально?» Я бы сказал «Я-то нормально, а ты-то как Ларис, ты-то как Ларис». Беги от него, Ларис, он не достоин тебя. В какой бы день, дня и ночи ты не пришёл бы в дешёвую парикмахерскую, там всегда сидит эта бабка с фольгой на голове, знаете? У меня есть мечта посмотреть, что под фольгой. Мне кажется, если подойти и вот так приподнять, с той стороны её закроют, понимаете? Я вот ещё что подумал. Знаете, меня ещё стригли в детстве дома, когда тебя стригут дома, тебя не стригут специальными ножницами, знаете, которые покупают для стрижки. Тебя стригут теми же, которые есть дома, которые мать рыбу вот так разделала вчера. В итоге тебе делают вот это вот, и это плюс ещё пахнет скумбрией, понимаете? Вот что ты получаешь на выходе. И меня стригла мамина подружка, которая единственное, чем апеллировала, она говорила, «Серёг, не переживай, у меня рука лёгкая». Я смотрел на неё и думал, рука лёгкая, а жизнь пиздец тяжёлая, да, тётя Люд? Потому что тётя Люда, когда вытягивала вот руку вот так, у неё здесь как у пеликана, понимаете? Было вот так вот, здесь страхи по советскому прошлому все у неё. Мне кажется, ну, тётя Люда, когда со скалы бы прыгала, она как белка летяга вот так на парашюте спускалась, понимаете? Я к тому, что, ну, отведите ребёнка в парикмахерскую, 300 рублей заплатите, потому что цена за стрижку дома — это унижение одноклассников, понимаете? Ну, однажды тётя Люда рука дрогнула, мне за лупой называли две недели, понимаете? А у меня сейчас проблемы с деньгами. Похлопьте, у кого бывают финансовые проблемы часто. Россия! Да? Ну, у меня сейчас такой уровень нечеты, когда вместо того, чтобы решать свои проблемы, я начинаю фантазировать. Типа, а чё будет, если я сейчас возле Павелецкой миллион долларов найду? Бля, я в этих фантазиях часами витаю, вы бы видели, я... Я такой, бля, сразу отдам Лёхе полторашку. Куплю парламент Аква две пачки. Сразу, ну, это полная хуйня, никогда не вложить куда-то, знаете? И самое удивительное, что, прикиньте, был человек, который реально нашёл сумку денег и отнёс его в полицию. Мне кажется, там даже менты охуели. Они такие, чувак, мы сейчас глаза закрываем, ты иди, мы тебя не видели, давай. Беги! А он такой, нет, это вам. И прикиньте, я считаю, что он нас предал. Нас и меня и вас. Он предал, понимаете? Думаю, ты долбоёб. Все мечтают, у тебя у одного сбылось. И так, мне кажется, всё равно, если тебя укусит радиоактивный паук, ты получишь суперспособность, но утром всё равно пойдёшь на работу в Евросеть. Знаете, чтобы те стояли такие, а покажите вот тот телефончик. Он такой, вот этот вот, вот этот. Я такой, ебать, а чё вы людей не спасаете? Так и нахуй надо, у меня здесь 25, плюс оклад, плюс рубашка эта жёлтая охуительная, да? Смотрю, у меня пятна пота здесь прямо на теле уже. Я рубашку снимаю, они до сих пор здесь. И мне нравится тратить деньги, знаете, московской мэрии. Типа, ну, я смотрю новости, вы поймётесь, в чём я говорю. Смотрю новости, там, сегодня в Москве за полтора миллиона рублей установили памятник коту в сапогах. Я такой, господи хуйня какая, лучше бы мне отдали. Я подумал, да, тебе. Как бы это выглядело тогда в новостях, типа, всем привет, сегодня в Москве полтора миллиона рублей отдали Серёге Орлова. Вот он просто попросил. И стою я и такой, блин, чуваки, прикиньте, просто попросил. И всё такие, вау! А в вечерних новостях Путин такой, а хуй вы молчите все, я... Серёга попросил, я ему дал. У меня денег до хуя! Вы чё, Навального не смотрите? У меня творцы! Чё, я Серёге полторашку не дам? Сдумались, что у нас в России почему-то нищету принято называть средний класс. Ну, типа, типа, это я гречку из ведра для собаки доедаю не потому, что я нищий, я средний класс. Вот они, вот он, вот он Абрамович, вот он наверху, а я посерединочке, вот он прям, вот он я. Это, мне кажется, нужно называть всё своими именами, да, чтобы люди, ну, хотели выбраться из этой нищеты, знаете, чтобы называлось, типа, ну, бедняки ебаные, типа, знаете, чтобы прям так и было написано в справке 2НДФЛ, типа, Сергей Орлов, бедняк ебаный, пожалуйста, вот ваш, вот ваш снилс, берите, вот всё, чтобы ты приходил оформлять ипотеку, и тебе такие, ваш социальный статус, и ты такой. Бедняк ебаный, что просите? Бедняк ебаный, я. Громче, можете сказать? Бедняк ебаный, я, вот мои документы. Я такая, что ты орёшь, я по запаху поняла, бель, я. Слушайте, я вот ещё что подумал, смотрите, похлопайте мужики, кто считает, что он чисто плотный человек. А кто из вас по хлопоти живёт с женщиной? Давай честно, ты же узнал, что постельное бельё надо стирать, потому что она тебе сказала? Ну, давай честными будем. Ну вот, потому что, ну, мы же не стираем постельное бельё, мы же наволочку меняем только, когда она твёрдая, блядь, уже, да, когда можно её вот так поднять и как перегородку рядом поставить, она не сгибается, знаете. У женщин какой-то невероятный уровень чистоты, просто невероятный. Ну, я всегда удивлялся, типа, что вам там делать, типа, почему вы моетесь по два часа? Ну, я думал, хули вам там мыть, да, в целом, ну, меньше же здесь гораздо. Я думал иногда, что женщины моют себя ещё изнутри, типа, приходят такие, так, здесь помыл, а теперь поехали. Почки чистые, заебись. Ну, а потом я подумал, женщины так делают, потому что любят себя, ну, не зря же вот эта реклама, где гель для души, и она стоит, каждую сиську обожает, прям, каждую сиську. Если бы можно было вагины показывать, господи, они бы... Я член мою, как будто он провинился в чём-то, понимаете, типа... Я даже не смотрю туда лишний раз, типа... Я вам клянусь, если бы можно было его мыть отдельно, я бы так и делал. Просто брал, как носки, в стиральную машинку, Ленора туда побольше, чтобы пах повкуснее, знаете... Главное, чтоб не сел, как свитер, знаете, это что... На свидание потом не оденешь, да, вот это... Ну, мы же с вами друзья уже, я поэтому хочу вам рассказать одну очень вещь, которая меня волнует последние два дня. У меня есть друг, холостой, и он мне часто рассказывает о своих сексуальных похождениях, мне очень интересно, я всегда вот так слушаю, давай, давай ещё. Нету? Ну, выдумай, выдумай, просто вешаю. И вот он мне недавно сказал, что ему девушка во время секса, прости господи, жопу отлизала. И я уже пять лет в отношениях, и пять лет не в этой игре, я не знаю, что произошло за это время, что люди теперь жопы друг другу лижут. Раньше это называлось просто карьерный рост, да, сейчас... И самое ужасное, что меня уже два дня мучают мысли о том, как намекнуть об этом жене. Ну, нельзя же напрямую сказать, типа, слушай, доброе утро, а ты, кстати, жопу мне не хочешь полизать? Мне кажется, она скажет, а жопу тебе не полизать, придурок, ты! Мне кажется, самый, самый, ну, возможный вариант, он и то, ну, нереальный. Мне кажется, как в фильме «Начало», нельзя же ей это зерно в голову положить, чтобы она однажды утром проснулась, такая... А чё, я жопу ему никогда не лизала? Я такой, вот именно, да? Ну, а с другой стороны, да, ну, с другой стороны, как намекать? Ну, нельзя использовать стандартные методы, нельзя, типа, начать первому себе жопу лизать, да? Чтоб она зашла в комнату, такая, тебе чё, чё-то не хватает, я не поняла? С другой стороны, нельзя ей первому начать жопу лизать, потому что, я уверен, она правильно не поймёт. Ну, мне кажется, если я в какой-то момент резко лизну ей жопу, она скажет, да ладно, купи ты себе эту приставку, я ж не знал, я ж не знал, что для тебя это важно. Хочешь, в кредит возьмём? Ну, ну, слушайте, я не ханжа, я знаю, что такое было в порно, это было, ну, что оно давно существует, это называется «Анилингус», но я думал, что это всё люди выдумали. «Анилингус» даже звучит, как что-то сказочное, типа «Анилингус Дамблдор», да? Ну, что-то такое, типа «Анилингус Патронус». Я не знаю, понимаете? Я вот как думал, что он есть только в кино, типа, есть обычный секс, обычная документальная порно и фантастическая про супергероев, понимаете? Ну, потому что я считаю, что если ты лижешь жопу, то ты супергерой, понимаете? Ну, это же смелость надо иметь, охренеть какую, понимаете? Тут надо быть решительным, как мину разминировать, понимаете? То есть ты стоишь, и такая, так, проводок влево чёрный, проводок вправо, и тут надо сразу в воду заходить, понимаете? Как в море, чтобы холод не почувствовать. Нельзя быть нерешительным, типа… Сейчас, подожди секундочку, сейчас я настроюсь. «Ми-ма-мо». Давай ещё попробуем. Давай-давай-давай, ещё раз попробуем. И мне больше всего в этой истории, знаете, что интересно? Мне интересна жизнь этой женщины. На своего друга мне плевать. Он, скорее всего, с таким образом жизни от спида умрёт, как Фредди Меркурий, знаете? Ну, не в смысле гения, а в смысле от спида. Мне больше интересна её жизнь. Как она оделась и такая, ну ладно, пока, и пошла жить своей обычной жизнью. Была в пятёрочке и такая, не надо пакет. Если бы я жопу отлизал, и мне в пятёрочке спросили, нужен пакет, я бы сказал, я жопу лизал. Я бы везде это рассказывал, понимаете? Спасибо. Спасибо. Спасибо.